Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим об одуванчиках что мы знаем об этом растении и все дружно скажут все наверное одуванчики просто слишком заурядные чтобы их должным образом ценили но канал планета земля так не считает ведь цветущий одуванчик прекрасен он символ солнца возрождения понимания и любви самой маленькой трещинки асфальта у стены дома видно желтое пятнышко яркие солнышки желтые полянки они напоминают малышей на прогулке в детском садике которые куда-то несутся яркой и шумной гурьбой да и как о нем не поговорить и не узнать получше поехали и начнем мы с того что у одуванчика множество названий кульбаба светик пушица пухлянка солдатик молочник дойник летушка воздушный цвет масляный цветок мартовский куст грядуница и пусто дуй научное название рода произошло очевидно от арабского слова означающего растения похожие на цикорий возможно арабские ученые средних веков образовали это слово из греческого лечу и исцеляю так как одуванчик и цикорий применялись для лечения болезней глаз по другой версии название происходит от греческого слова успокаивать и дано растение по одному из лекарственных свойств видовое научное название переводится как лекарственный наиболее распространенное русское родовое название одуванчик объясняется свойством семянок растения разлетаться от малейшего дуновения ветра и раньше он был одуван но со временем одуван стал одуванчиком и если задать вопрос флористу специалисту в области видового состава растений той или иной территории какое растение на его взгляд самое распространенное он недолго подумав ответит что таковым является одуванчик лекарственный одуванчик лекарственный относится к самому крупному семейству цветковых растений сложноцветным или как его еще называют островым сложноцветных в мировой флоре насчитывается до 20000 видов относящихся к 1200 родам распространенных практически по всему шару неудивительно что представители этого семейства будут доминировать практически в любой флоре любого пункта планеты и если вы думаете что одуванчик это всегда весеннее желтое солнышко это не совсем так в роду одуванчиков около 60 видов и они бывают не только такими как мы их обычно видим и я предлагаю на некоторые из них взглянуть это корейский одуванчик лиловый аляскинский арктический белоязычковый бессарабский высокогорный пенародный пурпурный и конечно же одуванчик полевой лекарственный растет одуванчик на лугах опушках в светлых лесах на вырубках а также в садах парках на огородах пустырях газонов у жилья по насыпям и обочинам дорог в общем куда не посмотри весной он радует нас со всех сторон для семейства характерны следующие признаки по которым их легко опознать и первый среди них особый тип соцветия корзинка ее многие воспринимают за один цветок цветки в корзинке располагаются тесно сидящими на плоском или более или менее выпуклом образовании называемом ложем корзинки корзинка окружена оберткой из большего или меньшего числа листочков одуванчик лекарственный растение с млечным соком коротким разветвленным корневищем переходящим вертикальный корень каждый небольшой кусочек которого легко образует придаточные почки и дает новые побеги вот почему очень тяжело вывести одуванчик с огорода где он себя превосходно чувствует корень проникает в почву на глубину до 60 сантиметров полые округлые вверху паутинисто опущенные цветочные стебли стрелки заканчиваются одиночными корзинками все листья сидят в прикорневой розетке прижатых земле или косо направленный вверх они струговидные похожие на елочку формы перисто раздельные или перисто пластные с отклоненными вниз обычно зубчатыми по краю долями и более крупной конечной долей каждый лист имеет желобок по которому вся вода попадая на него стекает корню а млечный сок частично защищает растение от слизней но травоядные животные охотно едят одуванчик в особенности кролики да и не только они цветет одуванчик лекарственный с апреля по май иногда по июнь а если осенью устанавливается теплая погода нередко наблюдается вторая волна массового цветения этого растения их соцветия состоят из десятков отдельных цветочков и украшают миловидными насыщенными желтыми пятнами и целыми коврами поля опушки и монотонную зелень садовых лужаек в странах умеренного климата первыми в цветках созревают тычинки открывая щелями внутри трубки тычинки высыпают в нее пыльцу а подрастающий столбик выносит пыльцу наверх специальными выметывающими волосками расположенными на внешней стороне сложенных рылец оттуда пыльца попадает на насекомых пробирающихся к скапливающимся в основании столбика нектару перелетая на другой цветок с уже развитыми рыльцами насекомое производит перекрестное опыление корзинки в сырую погоду совсем не открываются а при сухой погоде раскрываются как только солнце осветит растения семенные шапки этого растения представляют собой пушистые шары размером шарик для настольного тенниса прозрачные нежные и пленительно прекрасные каждая из них содержит десятки непрочно закрепленных в цветоложе семянок с крохотным зонтиком хохолком и щетинах похожим на миниатюрную щетку трубочиста эти маленькие парашюты помогают семенам далеко лететь с ветром принцип их действия был изучен недавно когда семечко падает хохолок тянет сверху крохотный воздушный водоворот похожий на горизонтальное колечко дыма только разумеется без самого дыма чтобы механизм сработал нужно много крохотных щетинок от 90 до 110 причем расстояние между ними должно быть строго определенные парашют одуванчика да и многих других сложноцветных по научному называется папус при порывах ветра они отделяются от цветоложи и могу переноситься на довольно большое расстояние в одной корзинке находится до 200 семянок как уже говорилось на ночь и при сырой погоде волоски парашютов складываются а обертка корзинки закрывается и защищает их сухим утром обертка раскрывается и парашюты расправляются когда семянка падает на землю она вонзается острым концом в почву хохолок отламывается а зазубрины плотно удерживают ее в грунте а пока она не упала в ваша задача ее поймать на лету и что делать дальше правильно загадывать желанием а кто часто гулял на природе видел наверное одуванчиков мутантов которые намного больше обыкновенных и своими размерами просто поражают воображение но нет это не одуванчик хотя это его близкий родственник только из другого рода это дорогие друзья козлобородник козлобородник выглядит как одуванчик только крупнее размером эти растения родственники относятся к одному семейству островых построению цветков корзинок соцветий семянок способу распространения они идентичны одуванчик легко распространяется и часто считается сорняком некоторые растения особенно в южной европе размножаются традиционным способом с помощью насекомых и даже приманивают их ультрафиолетовыми узорами на лепестках в то же время благодаря так называемому апомиксису это бесполое размножение одуванчики умеют давать плодородные семена не утруждая себя морокой с пыльцой но сорняком одуванчик был не всегда он им стал в двадцатом веке до этого люди воспевали его красоту использовали в качестве еды лекарства и магического растения сложно представить но садовники выпалывали траву чтобы освободить пространство для одуванчиков одуванчик был милым растением которая напоминала о доме и наверное стоит взглянуть повнимательнее на это растение и осознать что это не просто рядовой сорняк за долгую историю человек открыл в этом распространенном растении множество полезных для себя свойств начнем с того что одуванчик один из самых обильных и распространенных медоносов о лекарственном значении одуванчика есть упоминание в трудах знаменитого ученого теофраста был такой знаменитый древнегреческий ученый живший за 300 лет до нашей эры в научной медицине корни одуванчика назначают как средства улучшающие аппетиты пищеварения а также как желчегонная а рекомендации народной медицины куда разнообразнее салат из молодых листьев одуванчика богат витаминами и особенно полезен весной когда наш организм наиболее сильно нуждается в этих важных веществах правда до того чтобы листья да и корни тоже если они используются не были горькие их нужно вымочить соленой воде из высушенных поджаренных корней готовит заменитель кофе кстати из корней не менее распространенного у нас близкого родственника одуванчика цикория также можно приготовить кофейный напиток вообще в кулинарии из одуванчика готовят удивительные блюда из молодых листьев делают витаминные бутерброды салаты запеканки соусы приправы к мясным и рыбным блюдам маринованные бутончики идут в супы для гарниров из цветов готовят напитки сиропы вино делают варенье одуванчиковый мед однако стоит помнить что употреблять в пищу листья одуванчика делать варенье из его цветов можно лишь в том случае если растение сорвано вдали от города особенно если это крупный промышленный центр и лучше совсем далеко от него причем к этому расстоянию надо прибавить и пол километра от железной дороги если такая есть и не менее 200 метров от автомагистрали в противном случае блюдо из одуванчика небезопасны для здоровья почему давайте об этом поговорим поподробнее есть у одуванчика лекарственного еще одно весьма необычное применением хозяйственная деятельность вносит существенные изменения в природные системы обусловленные прежде всего загрязнением окружающей среды большую опасность представляет загрязнение почв тяжелыми металлами загрязненная почва служит источником поступления избыточных количеств тяжелых металлов в корма продукты питания а из них понятно в организм человека вызывая мутагенные канцерогенные токсические воздействия естественно возникает вопрос как очистить почву от тяжелых металлов оказывается некоторые растения обладают способностью поглощать тяжелый металл из почвы и накапливать их в своих органах использование растений включая деревья и травы до удаления разрушения или изоляции опасных загрязняющих примесей из окружающей среды называется фиторемедиации итоги исследований получились можно сказать ошеломляющими вездесущий одуванчик оказался одним из лидеров по поглощению тяжелых химических элементов из почвы более того если можно так выразиться он еще и всеяден в начале вегетации активно впитывает цинк летом железо никель марганец а по осени хром целый набор вредных элементов с одного квадратного километра загрязненной почвы одуванчик концентрируя химические элементы в листьях может внести до 1 тонны свинца до двух с половиной тонн меди 10 тонн цинка 2 тонны никеля до 10 тонн марганца а железо больше всего до 95 тонн с одного квадратного километра получается что зола одуванчика по химическому составу почти руда расчеты понятное дело теоретически вывод отсюда очевиден одуванчик как прочим и другие растения можно использовать для очистки почвы тем более что он очень вынослив быстро растет и легко размножается каким же образом проводить фиторемедиацию на этот вопрос ответ тоже есть после того как растение в полной мере насытится вредными веществами его надо скосить высушить и утилизировать продукт утилизации кстати в разумных дозах можно применять на бедных микроэлементами почвах либо это уже вопрос химикам например получать из них различные металлы как это делают в германии или сша а стебли особенно корни содержит липкий белый латекс который коагулирует и закрывает раны от попадания инфекции у одуванчика и каучуконосных деревьев он на удивление похож поэтому еще в 1930 в европейской части ссср высаживали 670 квадратных километров этой культуры и успешно производили из нее резину после второй мировой войны когда поставки дальневосточного каучука в очередной раз наладились производство стало нерентабельным но недавно из-за растущей нагрузки на тропические леса ученые в европе и сша вновь сосредоточились на выведение этого растения и шины из одуванчиковой резины уже имеются в продаже как мы выяснили взрослые всегда думают прагматично и одуванчик для них это либо сорняк либо кто посмекались ты нашел очень много применений этому чудо растению но когда-то эти взрослые были детьми и одуванчик был настоящим весенним сокровищем в детстве многие плели венки из одуванчиков и потому все руки были в пятнышках от млечного сока сам-то сок белый но на него налипали частички растений земли и ладошки были грязно пестрыми но любоваться это одно надо же еще и поиграть с ним расщепил стебелек на несколько ленточек опустил в лужу и смотри какие интересные кудряшки получались из него детям одуванчики нравятся замысловатой симметрии своих шаров и азартом когда прикидываешь сколько раз дунуть чтобы рассеять все семена и когда он сидел то играли в деда с бабкой нужно было глядя на сорванный цветок угадать кем он станет после обдувания абсолютно лысым дедом или бабкой пусть даже с тремя пушинками волосинками на пористой голове угадал выиграл а если провести цветущим одуванчиком по подбородку и останется след значит вы влюблены а кто из нас не пускал парашютики на протяжении веков дети и взрослые дули на созревший одуванчик и с восхищением смотрели как разлетаются семена нарвал букет пушистых цветочков и бежишь со всех ног маме показать какая красота а пока добежал смотришь ничего не осталось а еще можно осторожно набрать целый ворох белых невесомых шариков и дунуть изо всех сил чтоб ни одного не осталось и лучше всего в нос лучшему другу и не страшно что нос желтый а руки все в темных пятнах главное что весело а еще можно гадать на одуванчике загадать например самое сокровенное желание сильно дунуть и если одуванчик облетит весь то желание обязательно исполнится так что дорогие друзья вся надежда у нас на одуванчик и вылечит и накормит и от загрязнений избавит и исполнит все наши желания этот светущий символ солнца возрождения понимания и любви смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля а